Приветствую друзья! В этом видео покажу процесс написания маленькой работы летнего пейзажа холст 20х30. Начинаю как обычно в классической для себя технике с жидкого акварельного подмалевка масляными красками без белил. Он поможет нам передать основные тональные отношения, вернее взять их более правильно. И самое главное в этой работе он сделает нам подкладку под траву и сымитирует темные участки в траве теневые. Также землю можно с помощью показать, которая просвечивает сквозь траву. Задача в траве сделать ее максимально многообразной и сложной. То есть вот эту всю массу наслоений этих травинок показать. Далее перехожу к небу. Начинаю со светлых участков освещенных облаков. Пишу их белилами с небольшим добавлением желтой краски оттенков вдалеке с розовыми, так как это уходит в перспективу и холодные лучи задерживаются в атмосфере, доходят до настолько теплой. А собственно тени наоборот. На переднем плане облаков они более теплые, а вдалеке более холодные. После этого окружаю голубыми красками небо и такой прием позволяет написать на небо за один раз. Но если это в этюдной какой-то работе, быстро нужно сделать. Быстро получается. И если бы вам писали облака уже по готовому фону голубому неба, то у нас белая краска бы смешивалась бы с голубой и цвет был бы не такой, как нам нужного. Либо пришлось писать пастозно или использовать какие-нибудь растворители, которые ускоряют высыхание. Далее перехожу к дальнему плану. Вот это нужно передать атмосферность. Вдалеке естественно все становится более голубым, контрасты снижаются. Но здесь я лес сделал более темным таким, не освещенным солнцем, ну как будто там в тени от тучи там находится, чтобы на переднем плане нам выявить лучше ярко освещенную траву, там и вот эти вот, которые будут цветочки, то что главное будет у нас являться в работе. Если бы мы описали те же там цветочки какие-то освещенные, или там цветущую яблоню, или какое-то деревце в контровом свете, где у него все листочки светятся, а лес бы было бы совсем рядом, вот эта стена леса, тогда можно было бы ее оставить написанной без белил, в подмалевке, и это дало бы нам вот этот сильный контраст. Тут нужно было бы создавать такую большую воздушную перспективу, и они бы ярко бы горели на этом плане. Вот этот секрет, если использовать такой, то можно создать такую звонкую и яркую работу, и написать ее за один раз. Ну, далее прописываю дальний план, трава вдалеке, она обобщается, оттенок такой, у нее светло-бежевый, охристый тона, к переднему плану оттенки начинаются более теплые, потом идут зеленоватые, мы видим там какие-то уже вот эти вот травинки, которые в глубине зеленые, свежие, вот и в то же время совсем у нас под ногами так сказать, просвечивает земля, вот то, что оставлено в подмалевке, написанное, будет у нас имитировать землю. И также подмалевок вот тени там, где кустик будет, он тоже будет, хорошо будет передавать это. Потом тонкой кистью уже делаю тонкие там какие-то эти травинки, веточки всякие, на которых будут вот эти бутончики. Тут в написании травы важно сделать ее как можно более разнообразной, сложной, максимально туда внести большое количество оттенков разных и фактур, поэтому я использую и мастихин резкими ударами, наношу краску и там черенок кисти и большой щетиной кистью, какой-нибудь такой старый лохматый, тоже можно делать. В общем, у каждого может быть свои приемы, своя манера, техника в написании травы, если вот мы пишем так вот в этюдном плане за один раз в такой средней детализации. Ну и тут уже идет далее вот эта доработка, уточнение. Главный принцип тут от темного к светлому, также накладывать и пастозность, тоже постепенно наращивать в наслоение краски, чтобы вот передать эту фактуру и глубину в этой массе травы. Ну и потом также начинаю писать вот эти цветочки на колючках, тоже от темного к светлому. Сначала, допустим, то, что находится в собственной тени у них, у этого каждого цветочка, темной краской розовой, потом средний тон и потом почти белые светлые участки, чтобы они также были, ну смотрелись многообразно написаны, так как они по-разному и освещены, и повернуты к солнцу, вот, их также нужно сделать более разнообразным. На натуре не всегда, конечно, удается так детализировано все прописать, освещение быстро меняется, но в мастерскую, естественно, можно позволить все более детально прописать. И, конечно же, когда краска будет высохнет и уже на второй сеанс будет легче прописывать тонкие травинки. Сейчас это по невысохшей краске, конечно же, сделать сложнее. Также тонкие травинки можно использовать мастихин, самим лезвием наносить такие тонкие полоски ребром мастихины. Потом перехожу уже к белым цветочкам, не знаю, как там правильно называется. И самое главное, их уложить в плоскости по траве, то есть расположить и группы какие-то сделать, и по ритмам, чтобы это было интересно. На переднем плане они, форма у них более такая раскидистая, более сложная, детализированная. А чем дальше, тем они собираются уже в группы и становятся более горизонтальными мазочки. И дальше вообще сливаются в такие уже какие-то полоски. И контраст, естественно, должен ослабевать. А на переднем плане даже наоборот, под каждым, ну не под каждым, под некоторыми основными этими цветками можно сделать темной краской, как бы тень такую, да, чтобы они еще больше вылезли вперед. Также добавляю желтые, там какие-то синие цветочки разные, травинки всякие, всевозможные. Тут, как я говорил, максимально нужно сделать многообразно и сложно написать эту траву, чтобы было интересно ее разглядывать. И она передавала вот это все, многообразие в вашей живописи. Ну и дальше обобщаю, что-то дорабатываю, детализирую какие-то нюансы. Тут важно, да, на переднем плане сделать так, чтобы это вылазило вперед. Здесь лес написан довольно-таки контрастно, но это позволяет светиться траве на солнышке и настроение в работе получается такое более яркое, радостное. Вот тут также дорабатываю вот эти вот цветочки, как я говорил. Делаю тени на зеленой массе, чтобы они у нас были более яркими. И тут вот я решил сделать облака более плоскими, то есть убрать фактуру от щетиной кисти, так чтобы они немножко были размытые. Это позволит нам также траву, то что у нас композиционный центр на переднем плане, чтобы он своей фактурой вылазил вперед, а облака были написаны более гладко и они как бы растворялись. Поэтому я решил убрать фактуру от щетиной кисти, на них сделать их как будто они написаны мастихином. Ну и также добавляю тоже в облаках какую-то детализацию, там тени, темные какие-то облака, которые находят на светлые, ну так чтобы это все было более интересно и детализировано. И еще очень важно смотреть работу свою издалека почаще. Также можно использовать зеркало, через зеркало смотреть, это увеличивает расстояние и в зеркальном отображении лучше видны ошибки. И можно смотреть, сфотографировав ее на телефон, допустим, на экране в уменьшенном размере тоже хорошо видно все недочеты. это очень помогает. На этом все, всем удачи, пока!